добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать тема сегодняшнего видео жирующие фиалки какие они эти жирующие фиалки и что с ними делать значит фиалочном мире действительно существует такое понятие как жирующая фиалка жирующая фиалка это та фиалка которая наращивает много листьев и не закладывает цветоноса фиалочники которые уже давно выращивают фиалки они могут отличить жирующую фиалку от той фиалки которая не жирует да просто наращивает гонит листву и только потом зацветет новички же путаются значит сегодня постараюсь вам новичкам объяснить у какие какие фиалки жирующие у которых у каких фиалок действительно нужно оборвать листья а какие фиалки никоим образом не относятся к жирным значит вообще чтобы понять давайте разберемся от чего зависит цветение два фактора которые на цветение наших фиалок влияют это агротехнические и биологические агротехнические это как мы ухаживаем как мы выращиваем фиалки это грунт полив освещение температура удобрения биологические это ну вот сама фиалочка да сама фиалка она живая она растет она дышит я не знаю там питается да ну то есть такие жизненно важные процессы происходят и происходят эти жизненно важные все процессы за счет листьев именно листочки они имеют устица и через эти устица фиалка дышит потребляет влагу питание там я не знаю от корней с воды до с воздуха вот и чем больше у фиалочки будет хороших листиков тем лучше она будет цвести вот есть такие сорта которые пока не нарастят достаточно хорошую листовую массу они не зацветут обычно эти сорта мы называем тугодумными то есть фиалочка долго растет и только потом зацветает чаще вот именно тугодумные сорта с первого цветения выдают хорошие букетики а то и шапочки вот на примере вот этой красавицы это химера психоделик шоу это химера вот это именно розеточка с первым цветением сначала она росла наращивала много листиков и потом с каждой пазухи листочков заложились цветоносы и получилось первое цветение вот такая вот красивый такой вот букетик пышненький конечно же для того чтобы эти все цветы одновременно раскрылись до нужно соблюдать агротехнику то есть фиалочку нужно хорошо поливать досвечивать если уже световой день ну вот как сейчас вот короткий на и подкармливать вот но вот вот такие фиалки их нельзя относить к жирующим фиалкам то есть то что у фиалки много листьев это нормально и для стимуляции цветения никакие лишние листочки удалять и нужно просто подкармливаем поливаем и досвечиваем все и ждем набираемся терпения давайте теперь я покажу вам жирные фиалки вот есть у меня такая вот фиалочка вот это фиалка жирная она у нее много листьев и она не цветет уже давно я еще весной ее переукоренила не знаю стоит дата или нет нет не стоит здесь дата вот но я точно знаю что я ее переукореняла весной сорт ли алиса называется этот сорт он цветун то есть у такого быть не должно это сорт который рано зацветает почему же она у меня не цветет все очень просто у нее очень много листьев то есть я когда фиалочку переукореняла я пожалела листочки вот и не стала их удалять много ну то есть какую-то часть удалила какую-то часть оставила и фиалка у меня застопорилась в росте потому что вот этот нижний ряд листочков в общем то он ну как сказать для фиалки он бессмысленный до балласт такой вот он тормозит закладку бутонов вот это жирная фиалка и у этой фиалки нужно оборвать листья чтобы простимулировать ее цветение вот эту фиалку хоть досвечивай хоть не досвечивая она вот видите она не цветет она не закладывает цветоносы но оборвать листья этого будет недостаточно для цветения ну то есть оборву оборву я у нее листья да она там может мне выкинуть вот тут вот цветоносов там я не знаю несколько но потенциал сорта это фиалка не выдаст для того чтобы ее простимулировать ее нужно пересадить то есть удалить как минимум ну вот вот эти вот все листочки оставить только верхушку заглубить оголившийся стволик и только тогда фиалка зацветет потому что здесь проблема знаете еще в чем не столь в том что лишние листья это как балласт фиалки в корневой да ведь для того чтобы фиалка красиво цвела обильно пышно хорошо нам же нужны не только листья а нам же нужные корни вот здесь дополнительные корни они не нарастают то есть часть стволика который я изначально оставила он вот пустил там от корешки на вот но этих корней мало поэтому фиалку нужно не просто оборвать листья а нужно еще и заглубить присыпать грунтом оголившийся стволик дать стимул к росту новых боковых корней и тогда фиалка зацветет она не просто зацветет она еще нарастит новых молодых листьев вот и выдаст откроет свой потенциал вот так вот надеюсь я вам понятно объяснила есть еще жирная у меня фиалка ну как бы жирная вот сейчас вам покажу это у меня lf ледяной дождь тоже смотрите сколько много листьев вот много листочков но фиалка цветет вот можно ее назвать жирной в какой-то степени можно а в какой-то степени и нельзя потому что цветет это сорт особенность сорта такая то есть этот сорт ему лишние листья не мешают вот здесь тут видно что фиалка уже достаточно такая старенькая взросленькая вот даже вот по листочкам видно вот первые листья крупные потом были мельче листья вот они меньше это вот фиалочка цвела первый раз листовая пластина мельчала потом она отцвела листочки дальше пошли крупнее то есть я фиалочку подкармливал она у меня под освещением сорта такой цветливый и следом еще заложились цитаноса вот но видно уже что вот дисбаланс листьев по сорту это должны быть вот такие крупные листья это вот уже мелкие листья то есть вот фиалка цветет я ее пока не трогаю думаю пусть цветет а потом я уже ее буду переукоренять потому что там уже будет если я вот эти все листья удалю будет очень очень длинный стволик а переукоренять фиалочки длину стволика нужно оставлять ну сантиметра полтора вот то есть длинный стволик не оставляется поэтому фиалки раз в год рекомендуется переукоренять раз в полгода пересайт пересаживать вот как я про вот это вот рассказала да то есть оборвать нижний ряд листьев и просто фиалку заглубить часть корневой срезать вот и в этот же горшочек заглубив ее посадить а вот уже потом стволик то все равно вытянется на в процессе роста опять вам придется удалять листья и вот этот длинный ствол он будет загнивать поэтому рекомендуется фиалки омолаживать переукоренять один раз в год и оставлять не более полутора сантиметров длину стволика при переукоренении длинные стволики можно оставлять только у трейлеров надеюсь мое видео для новичков было полезным для старичков интересным также вы можете дополнить меня в комментариях возможное что-то забыла упустила или кто-то считает что я где-то не права на этом всем всего доброго мира добра здоровья и благополучия всем пока пока